А я нашла его, у него цепи и гири на ногах, и руки тоже цепля. Цепи гири, хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем Айгарса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Айгарса поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Айгарса и интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Ну, у него очень такие крупные кольца на этих цепях, на руках которых он это все показывает и говорит, что ему тяжело, он устал, он хочет снять. Он готов и согласен. Хорошо. Скэнер просканируй сейчас. Все эти цепи, гири, кольца, все, что находится в его биополе. Отключи и выведи из его биополя вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Все это выходит, зависает перед ним. Да, есть. Отправляю все это в клетку-тюрьму. Готово. Больше ничего нет? Что мешает? Обязательно нет. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой, под ногами 360 градусов вокруг Айгарса. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Айгарса. Находит все. У него вышел бес и у него вышел инкуб. Именно инкуб. Не суккуб? Нет. Инкуб. Хорошо. Дальше. Он через него наслаждается. Сейчас будем разбираться, чем он там наслаждается. Он показывает просто, поэтому говорю. У него контракт с ним с прошлой жизни. У инкуба контракт с прошлой жизни? С прошлых. Две я уже показал. И на сколько жизни ты с ним контракт заключил? На мужские воплощения. Две жизни уже он с тобой. Ты с ним, вернее. Кто еще есть? Синий дракон. Арахноид. И у него есть дезард. Все. Какой у нас бес? Девять. Девятигерцовый. Демоны наметился. Сколько ты находишься в этом биополе бес? Семь лет. Понятно. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам другие вопросы, которые возникнут. Даю команду тонкой копии Айгарса. Спроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкооперационную энергию в его биополе. Каналы выстрелки всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо. У кого еще есть контракт с Айгарсом из присутствующих? Ни у кого. Инкубс, сколько ты находишься уже в этом биополе, в этой жизни? Он всегда подключается при совершеннолетней, когда начинается переход в мужчину, перерост. 15-16 лет, да? Иногда раньше. Иногда позже. Хорошо. То есть ты с этого... Не спешу. Давай посмотрим, не спешу. 51 год. Сколько ты из них сидишь? Можно сказать, 20 лет. Как активно начинается жизнь? 31 год. Раньше я не трачу время. Понятно. Это твои цепи и гири, или это беса? Нет, это беса. Бес показывает, как он за цепи. Одну в одной руке держит, другую в другой, и вот так мажет ими, и как утяжеляет его, и вниз как тянет его. А на кой частоте ты заходишь? Что он делает, когда ты подключаешься? С инклона работает, ему так проще, частота нежная. А, то есть они согласуют все свои действия. Вытягивают энергию. Хорошо, идем дальше. Синий дракон, сколько ты... Вернее, какой у нас синий дракон, Вера? 21-72. У тебя есть контракт? Нет контракта. Цель твоей подключки? Интеллектуальные возможности. Ты чему-то учишься? Учусь, наблюдаю. Шум комнату показывает, он где-то в доме. Кто из вас, из всех присутствующих, присутствует еще в доме? Мы его сегодня чистим. Эмбез, синий дракон и арахноид. Понятно. Дракон с платами и арахноид. Сколько арахноид находился в этом биополе? Четыре года. Элизард, сколько ты находился в этом биополе? Элизард маленький, его недавно подкинули. Он растет и потихоньку дает ему, как всплески эмоций. Он находится год и два месяца. Как у нас с реверсом? Закончить. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Айгарс забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Два, три. Усилий потоки в 50 раз. Мои разные энергии чистые возвращаются. По чакрам в основном, а от герь возвращается физическая сила. Хорошо. Скеннер, просканируй полноту души Айгарса на настоящий момент. Стоп. Хорошо. Ишь, тем не менее, это не мешает заключению контракта. Зачем? Я же душу не ворую. Вот я о чем и говорю. В отличие от космической. Не нужна его душа. Не нужна мое наслаждение. Какое твое наслаждение? Расскажи мне. Что для тебя является наслаждением? Это от тебя? Фантазии, извержение, сладкая энергия, плодострастие. Это от тебя он потеет по ночам и чувствует давление? Ну понятно, да, мы знаем об этом. На чем ты заключил контракт с ним? Мне вот интересно, две жизни уже, это третья. Еще 328-й год. Он был мужчиной, подкарауливал женщин, насиловал их. И я на этом зашел, договорился с ним. Ты будешь поставлять женщин? Да. А он в дальнейшем? Да. Понятно. В следующем мужском воплощении его встретились в 1545 году. На персидских территориях. Он был на другой уровень с тех пор. Были другие воплощения в женских телах. Мне это неинтересно. Я, правда, не совсем понял, почему у него инкуб находится, а не суккуб. Вот это меня интересует. Или ты просто... Потому что я наслаждаюсь женской энергией, а не мужской. Ага. Вот что так. Через него. Понял. Меня это разъяснение устраивает. Начинаем тогда с вытаскивания того, что оставили. Начинаем тогда с Лизарда. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел в сердечной чакре? Да. Сердце и горло почему-то у него. Сердце и горло. Хорошо. Занято. Ну, горло это для того, чтобы говорить о чем-то. Сплески у него. Это горло, да. Но они не сильные сплески. У него раздражение больше. Но чем больше он растет... Ну, я о чем и говорю. Лизард еще маленький. Он еще подрастет. Там будет и крик побольше. И еще и демон. Без демона. Манипулировать и управлять эмоциями. Понятно. Контроль эмоций. Это самое важное. Хорошо. Ждем его. Он не понимает, что происходит. У него первый раз такое. Хорошо, Лизард. Он вытащил место и ждет в клетке, но он не понимает, что это. Ты попал. Чем он должен делать. Ты попал на чистку. Мы те, кто чистим души людей от сущностей. Так как ты находишься здесь против воли изъявления Айгарса, который пожелал освободиться... Он был не против, когда он зашел. А как ты с ним договаривался или как? Нет, мы просто подбросили. Ну вот так. А откуда еще ты взял, что он был не против? Он даже понятия не имел о твоем присутствии. Где он давал свое согласие? Если вот, например, с инкубом он давал свое личное согласие, это понятно. Но в твоем случае, где он давал личное свое согласие? Он молчит, стоит, держит свое... Хорошо, стой и жди тогда свою очередь. Идем дальше. Арахноид. Выходи, вытаскивай свою паутину. Если есть потомство, вытаскивай. Игулки вытаскивай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Как ты воздействовал на человека Айгарса? На Айгарса? Арахноид. Он показывает, голова у него, верхняя чакра. Коронная. Верхняя коронная чакра. Да. Он делился энергией, но большинство забирал 60%. Потому что он ей не пользовался. Потому что... Выражается Арахноид. Хорошо. Этой энергией пользуются осознанные души, которые знают о наличии чакр, которые их заполняют. А если бы он их пользовался ими, ты что бы не вошел? Конечно, вошел. Значит, он показывает, что когда человек осознанно визуализирует и видит эту энергию, он понимает, сколько до него доходит, а сколько нет. И поэтому... Но это его воля и намерение. Здесь она... Когда она выявлена, то есть он не имеет права там дальше продолжать находиться. Он будет искать способы уйти. Хорошо. Он забрался. Синий дракон, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью, вытаскивай все свои платы, рассказывай, как они работали. Приступай. Собрал информацию, он сказал уже. Чуть громче говори, Вера. Хорошо, собирал информацию. Интеллектуальное развитие в биологическом теле, мозговые изменения. Но он показывает, как он наблюдал. Решение задач, проблем, нахождение, выход из ситуации. Это все он учился на этом дракон. Ему интересна эта тема. Действительно тема интересная, да? А что ты давал ему взамен? Иллюзии? Нет, он наблюдатель, можно так сказать. Энергиями он подпитывался. Хорошо. Снялся. Инкуб, твоя очередь. Что ты оставил в этом биополе еще? Что я не вытащил? Выходи, вытаскивай. У него как еще одно тонкое тело в виде инкуба было внутри. То есть он полностью заполнял его физическое тело, как еще одним тонким телом. Весь объем. Нужно было, он активировался. Вижу, весь объем полностью занял его, да? Ну, у него, в принципе, подключек нет. Вот то, что он был, он вынес, как фантом этого тела вышел. А как его люди воспринимали со стороны инкуб, стоим? Не активировался он в таких случаях. Ему не нужно было от людей его прятать. Ему наоборот нужно было. Он показывает, что ему сладость нужна, чтобы не ушла. Хорошо. Он все забрал. Выходит без, снимая все, что ты оставил в биополе, что я еще не вытащил. Знаешь, что дожди инкубы все знают, что показывают. Это вот когда он смотрел глазами, инкубами через него смотрел глазами, он все просчитывал. Если он видел пересечение, вот в течение его жизни с какими-то женщинами, которыми он пересекался раньше, эти женщины интуитивно боялись его. То есть у него в глазах было, показывает он, то есть картинки идут всех жизней, где они встречались, если такое было. Вот эти люди, с кем он встречался раньше, то есть они видели, или кого-то он насиловал там в свое время, а не боялись его. У них остались воспоминания на генетическом памяти. Интуитивный страх был у тех людей, остальные не видели ничего. Видать, хорошо он погулял эти два воплощения. Кому ты дал команду? Бесу, да? Бесу, да. Он говорит, что ты все снял. Цепи его. Хорошо, идем дальше. Все-все убрали, даю команду, на рассинхронизацию Айгарса с Бесом, его цепями и гирями, Инкубом, Синим Драконом, Арахноидом и Лизардом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Инкуб говорит, что он не сможет рассинхронизироваться без расторжения контракта, так как сильно долго они были вместе. Согласен. Хорошо. Тогда останавливаю этот процесс сейчас и вернемся к нему позже. Переходим сразу сейчас к аннулированию контракта и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Айгарс должен взять ответственность за свою жизнь, в свои руки выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, готов. Я говорю в слухе, вот он, какая копия, повторяет за мной. Я, общением контракта и договора. Договора выходят активно и подсвечиваются. Значит, внутри здесь идет информация, что все остальные договора он четко почистил и убрал. И вот этот один огромный контракт вышел, который с инкубом, он не может быть убран перед воплощением, потому что он был заключен на земле, он должен расторгнуть быть на земле осознанно, как уже он был заключен осознанно. И в нем он большой, такой, как книга, такой прямоугольный, и в нем синяя-голубая-белая такая энергия заключена внутри. Пусть повторяет за мной. Внутрием власти моего суверенного я объявляю. Энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Ну вот эта энергия, она как кристалл белая в середине, потом голубая и синий цвет переходит, она возвращается назад. Хорошо, инкуб, скажи, а что это за энергия, которая сейчас идет, которую ты заключил в этот контракт? Это не душа, мы проверяли душу, там сто процентов, и не биоматериал. Это значит светлые его энергии, которые заменяются темными энергиями из куба, потраченные на все вот эти сладострастия. На все сладострастия, понятно, хорошо. Да, то есть это чистые энергии там. Все понял. Но зачем они тебе в этом контракте? Как залог? Получается так, что он берет вот это сладострастия, получает через него, но с него выходит энергия, они как таковые не нужны инкубу, он получает то, что он хочет получать через физическое тело. Понятно. Или тонкое, да, во сне, через картинки, визуализацию инкуб, получается, что он хочет, но с него, то есть вот этот пот, это грязь получается липкая, а свет у него, который он тратит, выходит в этот контракт. Все понятно, хорошо. Жизненные силы, чистота, но вернулось все. Отлично. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аналитированных контрактов, договоров, а также их фантомов. Все на переработку в чистую первичную энергию уходит. Закрывая печат и растворяя. Ты знаешь, с него как невидимый, так как пленка туда уходит за этим контрактом, снимается. Контракт есть контракт. Готово. Хорошо, возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Айгарса с Бесом, его артефактами, инкубом, синим драконом, арахноидом и лизардом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Скажи, Демон, в жизни в 1328 году, когда он был мужчиной, как сам процесс заключения контракта происходил тогда? Для него не было там. Я прошу прощения, я хотел сказать инкуб. Как проходил тогда контракт, заключение контракта? Ты к нему во сне пришел или ты ему явился в своем образе или как это было? Или он тебя призвал? Алкоголь был. Алкоголь. И пришел он в своем виде, ну как, в немножко искаженном, симпатичном виде договорился. То есть на физическом плане или это он был в состоянии каком-то опьянения? Кроме него никто не видел больше инкуба, он разговаривал с ним и общался в алкогольном опьянении. Понятно. Ну я полагаю, тогда в нем уже и бес сидел или демон, то есть была подготовлена почва для твоего заключения контракта. Он говорит, что у него осознанность другая была тогда, у души. Средний век, средний века, понятно. И еще один вопрос инкуб. Скажи, если я с бесом могу узнать по его герцовке и у демона, какой у него уровень, как у инкуба это происходит? У вас есть какие-то цифры? Я вижу, ты просто древний уже инкуб, если ты уже 700 лет, более 700 лет назад уже заключал контракт. Это 800 почти. Он показывает, что у них сила другая, накопление другая, сила у них оболочка другая и набор. Но у него цвет есть, то есть он показывает плотность, плотность другая. Плотность другая, но у вас же есть тоже различные уровни, есть маленькие. Это как опыт, как опыт наш. Да. Плотность состоит из накопленного. Но его невозможно прочитать в цифрах, да? По герцовке или как-то? Только именно по плотности ваших энергий? Нет, мы видим плотность утонченная, расширенная, плотная и цвет, соответственно, у него другой. Еще мне один суккуб рассказал, что они могут как инкубом быть, так и суккубом. Это правда? Могут, но мне неинтересно. Но такая возможность есть. То есть в определенных случаях... Как вы перевоплощаетесь, мы можем менять свои принадлежности, но в основном все принадлежат к определенному полу. Полу, полу. Ну, полу, по-вашему, это он говорит, потому что через вас мы питаемся, а у вас женский и мужской был до определенного времени. Да. Поэтому мы тоже до определенного времени находились в одном состоянии. Хотя состояние можем менять. Кто-то легко это делает, кто-то, как я, например. Мне проще найти, подписать контракт с кем-то. Хорошо, каждый специализируется на своем. У тебя, значит, такая специализация. И еще у них есть визуализация. Он может визуализировать старые вот эти насилия, например, и показывать ему во сне и на этом получать опять энергии. То есть он может бросать вот эти картинки и из них получать энергии опять. Мысли, формы, понятно. Из них получать эти энергии, которые уже в прошедшем, в прошлом времени произошли. Ничего себе технологии. Но я так понял, инкуб у вас тоже своя иерархия есть. У вас есть молодые инкубы, есть опытные инкубы, или как правильно сказать. Есть у вас, наверное, и руководство какое-то инкубов, правильно? Как у демонов тоже, что там главный демон есть, князь. До какого-то уровня доходят потом все равные. Потом все равные, понятно. Хорошо. За эту информацию признателен. Мы расинхронизировались. Скажи еще один вопрос инкуб. Если мы бесам, например, отдаем лярвы, которые находятся в биопуле, им это всегда интересно. А что для инкубов интересно? Мысли, формы? Сладострастия. Энергия сладострастия? Конечно. Так я могу ее выдавить. В этом случае это для тебя представляет интерес? Он показывает, что если ты спрашиваешь именно обо мне, мне это интересно. Но это не привилегия всех инкубов или сукубов. Кто-то, как вы люди, вы любите разные проявления секса. Кто-то любит, он показывает плетки разные, боль, он говорит, также инкубы. Они все заключены на какие-то определенные... Зафиксированы на определенные триггеры такие, которые у одного это, например, боль, у другого сладострасти, у третьего другой и так далее, и так далее. Там миллион оттенков. Я все понял. То есть в твоем случае тебя интересует энергия сладострастия, правильно? Да. Красота сладострастия и власть. И еще что? Красота. Выбор красоты. Им неинтересны, как сказать, есть кому интересны своеобразные формы, извращенные. Ему нравится власть, обладание, вот, обладание красотой. Обладание кем-то, понятно. Красотой. Власть, обладание красотой. Вот это, в принципе, я могу это вывести. Нам оно не нужно, а тебе могу в дорогу отдать. Контракт мы аннулировали. Итак, Вера, рассинхронизация закончилась, да? Да. Ты команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Он говорит, я как опустошен. Ну что, мы заправим вас родными энергиями, опустошены по одной причине, потому что все ваше биопуле было заполнено интерферентами. Когда они выходят, остается пустота, потому что эти энергии вышли. И эти пустоты заливаются потом родными энергиями. И это скоро случится. Все, что я принимал за свое, оказывается, было в многих случаях не моими желаниями и эмоциями. Радуйтесь, Айгорс, что это вы хоть сейчас поняли. Две прошлые жизни вы об этом даже понятия не имели. О, я рад. Отлично. Он чистый. Хорошо. У нас здесь Лизард. Рокки, он никогда такого не видел. Он вынимает свои подключки, вот этот круг, который он вынес в домик. И он весь водный стоит. Лизард. Как мокрый. А что ты боишься? Я вообще не собираюсь. Я к тебе не агрессивно настроен. Ты все выполнил. Сейчас я буду тебя отпускать уже на твою чистоту. То, что ты сегодня получил эту информацию, так это для твоего опыта и для твоего развития важно. Вот в последствиях того, когда ты подключаешься или входишь в чужие биороботы без их разрешения. Вот такое может случиться. Итак, проверка прошла, да, Вера? Проверка прошла, да. Он чистый. И Лизарду нужно подключиться к их общему сознанию, чтобы его успокоили. Хорошо, Лизард. Пару минут, я сейчас отпущу на твой уровень. Подхожу к Айгарсу, помогая моей энергии отстегнуть ему все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Все отлетело? Да, готово. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Все проверку прошли, буду отпускать. Лизард, ты больше в это биополе никогда не войдешь. Тебе это понятно? Ну, понятно. Кивает. Кивает. Отлично. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда, 1, 2, 3. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид, синий дракон. Сейчас я открою вам портал в дом Айгарса. Вы пойдете, соберете за это время все, что вы там оставили. Если у Арахноида есть потомство, потомство собираете, всю паутину, все платы снимаете. Я приду, проверю и отпущу вас на вашу чистоту. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Айгарса, 1, 2, 3. И синий дракон вместе с арахноидом уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. У нас остался Би, Инкуб и Бес. Бес, тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Хорошо. Лярва есть в биополе Айгарса? У него есть внизу лярва. Где копчик, что ли? Копчик. Хорошо. Хочешь получить лярву? Хочет. Выходи, забирай лярву, возвращайся назад. Готов. Хорошо. Сейчас я буду делать два шара. Выйдет эмоциональный фантом. Сейчас я отдам его с одними энергиями Бесу. А энергию сладострасти, власть, обладание красотой я отдам Инкубу. Посмотрим, как это получится. Выходит эмоциональный фантом Айгарса. Проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, а также все низкое абрационное эмоциональное энергии. Это низкое абрационное им дезгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. Но у него серый фантом вышел. Хорошо, сворачивайте энергии в шар. Шар выходит. Есть. И даю команду. На счет три Айгарса выдавливает из себя всю энергию сладострасти, власти, обладания красотой. На этих частотах выходят все эти энергии и формируется перед ним шар. Ты знаешь, у него как из паха вышли такие энергии, радужный шарик. Спрашивай Инкуба, Инкуб. Это тот шарик, о котором ты говорил? Да. Хочешь получить? Хочу. Отправляю Инкубу. Второй шар, бес. Бес забираешь? Забирает. Отправляю эмоциональным фантом бесу. Вот эти энергии, которые вошли с водострасти, они как радужные, но они как липкие. Липкие. Все все получили, да, Вера? И они человеку больше неприятные. Пот с ними выходит. Готово, да, все все получили. Хорошо, бес. Я сейчас открываю портал в дом Айгарса. Ты собираешь все, что оставил там. Я прихожу, проверяю, ты мне еще показываешь порталы. Могу тебе еще негатив собрать в этом доме. Устраивает? Да, устраивает. Открывается портал в дом Айгарса. И бес уходит в этот портал. Закрывай, опечатай, растворяй. Хорошо, Инкуб. У меня нет оснований тебя больше задерживать. Ты готов уходить? Готово. Внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. И инкуб забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Он еще хочет сказать, что... Давай. Эту энергию не надо путать с мужской сексуальной энергией. То, что вот он забрал. Конечно, мы забирали не мужскую энергию, а сладострастную энергию мы забирали. Говорит, что у него осталась чистая мужская энергия, и я забрал то, зачем ей приходил. Все остались при своих интересах. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Так, у нас все все забрали. Но интересно было информацию получать такого плана. Поехали дальше. Поехали по частотам. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Айгарса до числа значения 620 Гц. Пошел подъем. У него тоже стремится к еще большей осознанности, развитию. Это его радует. Очень готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Айгарс. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Я наполнена этим чистым, ярким, уверенным светом, неспокойно и хорошо. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Айгарса в его систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...